Если мы говорим о новой глобальной концепции, то мы с вами должны понимать, у нас не может быть вообще противников. Все, кто вокруг нас, это наши союзники. Только нужно грамотно вписать их в эту глобальную стратегию. Причем там же везде есть люди праведные и благородные, и порядочные. Великая заслуга, во-первых, сама лексика – православие. Смысл – православить. То есть это уже, как говорят, как корабль назовешь, он рано или поздно так и поплывет. Так вот, миссия Русской Православной Церкви состоит в том, что в нас жестокий век, помните, Некрасова, жестокий век, век крови и меча. На трон земли-то посадил банкира, героем сделал палача. Так вот, в этот век сохранить представление о Боге – это очень непросто. Очень многим хотелось бы, чтобы… Какой там Бог у барана или у свиньи? Вот хотелось бы, чтобы… Так кто это сохранил? Сохранила это православная церковь. То есть у нас есть представление о Боге и есть то, что сегодня проявляется – вера в Бога. Но 21 век, и вот та идея, которую мы разрабатываем, она говорит о необходимости перехода с уровня веры в Бога к вере Богу. И вот вера Богу, она должна быть в равной мере характерна для представителей любой конфессии – и для мусульман, и для уйдеев, и для православных, и так далее. Вера Богу, единому для всех живущих на земле, она предполагает изменение человека. То есть если человек верит Богу, не в Бога, потому что верит в Бога, ну да, что-то там есть. А если верит Богу, то он начинает менять свою собственную жизнь. Он говорит о чем? Я верю Богу, и я знаю, что если я буду жить по-божески, то Бог будет осуществлять водительство надо мной. Но тогда надо, значит, менять себя, а работа над собой самая сложная. А жить по-божески что такое? Не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. То есть человек меняется. И поэтому мы ничего не должны отрицать, мы просто должны развивать дальше то, на что вышли в сегодняшний день. И русская православная церковь, она, безусловно, вот в этой матрице позитивной, но надо здесь очень грамотно, тактично выстраивать отношения. Потому что там традиции формировались тысячелетиями, и не так просто, так сказать, прийти туда, как были у нас попытки у людей, знакомых с концепцией, прийти и сказать, что вы там все неправы, вот мы вас сейчас научим жить, так не получится. Это очень тонкая, кропотливая работа.